Бисмиллях. Ассаляму алейкум, арахматуллах и бракятов. Дорогие братья, по милости Аллаха, альхамду лилля, мы находимся на горе Арафат. Гора Арафат здесь, долина Арафат, у подножия горы Рахма, горы милости. И что я хочу сказать, вот это мое послание, как обычно, как всегда я говорю, приезжайте сюда, приезжайте жить, работать, поклоняться Всевышнему Аллаху. Это страна, это страна, как бы, кому, может быть, не нравилась, но здесь безопасность. А это самое главное, запомните, все те, которые ругают Саудовскую Аравию, ругают ученых, это страна, безопасность. Понятно, да? Здесь Аллах, субханава тааля, защищает эту страну. Аллах, субханава тааля, здесь не спослал Куран, здесь отправил пророка Мухаммада, саляму алейкум. Он выбрал этот город, Мекка. Он не выбрал Махачкалу, он не выбрал там Грозный, он не выбрал Душанбе, он не выбрал Ташкент, Самарканд. Он выбрал именно Мекку, мать всех городов. И поэтому сюда приезжают люди, миллионы людей, приезжают поклоняться Всевышнему Аллаху, субханава тааля. Он выбрал здесь, он сделал здесь Каабу, Каабу, поставили здесь Каабу. Представляете, пророки пришли сюда и построили здесь Каабу, Ибрагим, алейхиссалям. И сюда люди идут, люди приходят сюда для того, чтобы поклоняться Всевышнему Аллаху, субханава тааля. И здесь вот можно работать, здесь можно жить, здесь можно учиться. Не можно, я вам скажу, здесь нужно быть вам всем. Эй, вы из Узбекистана, из Таджикистана, из Кыргызстана, из Казахстана, из России, Дагестан, Чечня. Все братья, приезжайте сюда, сколько можно говорить об этом. Вокруг фитнес происходит, вокруг всякие проблемы идут, вокруг много чего, все меняется вокруг. Ну, здесь, вот здесь, вот кто бы ни приехал, вот с паломниками я разговариваю, здесь такая атмосфера умиротворения, здесь люди, миллионы людей приходят для того, чтобы возвеличивать Аллаха, субханава тааля. Чтобы здесь поклоняться Всевышнему Аллаху, субханава тааля. Вот, приезжайте сюда, приезжайте, подумайте о своих детях, о своих семьях, о своих родственниках, о своих близких. Приезжайте сюда, ля и ля и ля, сколько вас можно звать, приезжайте и работайте. Находите работу здесь для себя и поклоняйтесь Всевышнему Аллаху, субханава тааля. Пройдет сто лет, ваши дедушки, как его дедушки говорю, ваши внуки, ваши внуки будут здесь говорить, ходить здесь по этой земле и может быть у них будет гражданство, и будут дворцы, дома и прочее, прочее, и работа будет высокопоставленная, должности будут иметь. И они будут говорить, хвала Аллаху, что сто лет назад наши дедушка с бабушкой сюда приехали. Так не хотите ли вы этого, брать награду здесь от Всевышнего Аллаха, субханава тааля, даже после смерти умрете, здесь будут ваши внуки, будут за вас делать дуа, садака чария вам будет, в книге записываться. Ну сколько можно сидеть вот, сидеть в одном месте и ждать, когда к вам фитна придет в дом, хотя это фитна прям одна за одной стучится к вам в дверь, согласитесь, одна за одной. Постоянно вот приходят какие-то события, происходят какие-то новости, вот это у нас там проблема, там проблема, тут проблема, здесь проблема, там вот это началось, там вот это началось ну приезжайте ангелы же вас спросят отчего вы не сделали гиджуру переселение почему люди будут говорить ну говорит мы не могли мы были слабыми а разве земля аллах не было для вас просторный переселяйтесь приезжайте живите для хавла в лаку вот или билля больше не могу ничего добавить все давайте салам алейкум рахматуллахи в аркад